Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Пока все шумят о новомодной игрушке под названием Клуб Хаоса, я вернусь к старому доброму ЖЖ. Точнее к очередной его инкарнации под названием Телетайп. Уж не знаю, можно ли его считать правоприемником живого журнала, по сути это тоже самое, просто лучше и удобнее в разы. Телетайп не единственный блок-платформа, а значит со мной могут поспорить, но именно сюда ушел сохранявший до последнего преданность ЖЖ Артемий Лебедев, заявивший о смерти живого журнала. Наверное поэтому в моем лично сознании именно Телетайп является реинкарнацией ЖЖ. Не знаю, посмотрим. Что тут есть? Кстати, очень приятный лаконичный интерфейс. При этом функционал тут зашит не детский. Тут настройки аккаунта. Не буду долго рассказывать в целях экономии времени. Возможно сделаю продолжение, за которое голосуйте лайками и комментариями. Если очень коротко, тут можно добавлять других авторов. То есть вести блог совместно с кем-то. Можно подключить собственные домены. В таком случае подключить к блогу Google Аналитику или Яндекс Метрику. Весьма полезная функция. Можно добавлять категории с тем, чтобы впоследствии сортировать статьи по этим категориям. А это уже логистика. Можно перенести блог из живого журнала и Телеграм. Ну и тут скромные настройки аккаунта, где его можно и удалить. Чтобы сюда уже не возвращаться, добавим сразу категорий. Кстати, при правильном подходе таким образом можно построить иерархию сродни иерархии сайта. Например, добавить категорию контакты, в которой будет только одна статья. Или такие категории, как «О нас», «Проекты», «Продукты». Вполне себе сайт. Бесплатный, заметьте, сайт. Но Телетайп, конечно, не для этого. Это я так фантазирую. Так, и возвращаемся к моей ленте, которая пока пуста. А вот, кстати, тут как раз Артемий Лебедев на первом месте в рекомендованных. Но его мы добавлять не будем, а добавим кого-нибудь… В общем, не буду пока искать подходящих авторов. Просто кого-нибудь для демонстрации. Скажем вот так. Ленту продемонстрирую позже, а сейчас расскажу, как добавлять посты. Предельно просто. Вот этим плюсиком. Заголовок и текст. Логично предположить, что тут блочная система оформления статей. Собственно, какая же еще может быть на удобной блог-платформе? И не просто блочная система, а система, которая подхватывает форматирование из внешних источников. Вот так вот. Полностью. Вплоть до вставки плеера YouTube. Так, заголовок тоже поменяем. Ну и блоки мы можем форматировать впоследствии. Ну точнее форматировать текст и менять вид блоков. Пусть это будет, например, нумерованный список. Что-то не вставляется. Вот так. И даже плеер тут не просто плеер, а плеер с дополнительными настройками. И ссылку он подхватил, но чего-то не переходит. Нет, ссылка есть, значит надо просто опубликовать. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Изменения он сохраняет автоматически, но можно это сделать и принудительно. Для публикации этого делать не нужно, просто знайте, что это тут есть. А для публикации нужно нажать вот на эту кнопку. Три вида приватности и даже есть возможность публикации по расписанию. Сделаем это черновиком. То есть пост доступен только авторам блога. Сейчас я тут один, значит только мне. И добавляем в одну из категорий. В данном случае больше подходит справа. Все. Изменим все-таки на доступном пост ссылки и публикуем. Все. Пост добавлен. Вернемся к ленте. Вот лента наполнилась. К сожалению, пока постами только одного человека. А вот так выглядит пост из ленты, если на него зайти. Че, хорошо, кстати, рисует. Внизу есть лайки и комментарии. Ну а ваши посты собраны здесь. Опубликованных на данный момент нет, но есть один скрытый. Его можно отредактировать. И изменить настройки. Например, публикации. Положим его в черновики. Кстати, посты индексируются поисковыми системами, если это не запретить. И более того, тут есть возможность добавлять собственный URL, дополнительные очки в продвижении. А еще можно добавлять собственное превью для расшаривания. Ну то есть тут есть, по-моему, все. Сложно найти что-то из полезного, чего тут нет. Посмотрим, как этот пост шарится, например, в Telegram. А, никак не шарится. Пост же закрытый у нас. Сейчас поменяем настройки. Как он шарится в Telegram. О, отлично шарится. Ну что, на выходе 5 баллов. Удобно, просто, бесплатно и без рекламы. Не знаю уж дотянет ли Телетайп по популярности до ЖЖ во времена Оны, но как платформу для публикации лонгридов, когда ни одного подходящего сайта нет под рукой, Телетайп точно можно использовать. Он, кстати, ко всему прочему еще и очень быстрый. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok